вдох-выдох идем к нашему Вашему Я приглашаем на общение сюда Арджуно Чакраборти опиши кто пришел Арджун Чакраборти ведический астролог тот которого знаю я, тот Чакраборти в Индии очень много я тоже его знаю, поэтому он сразу пришел ты же с ним не знакома лично? я знакома с ним лично лично знакома, да? я у него была для интереса как чувствуешь? профессионально интересного потянул меня к нему на консультацию как ты его чувствуешь? так, как я его чувствую? он четко сидит в традиции своих разработок по-моему у него нет он очень ну изучил как бы вот что-то можно изучить по этой ведической то вот он углубляется значит и изучает и очень как бы разбирается можно там свои иметь получается разработки можно, но они не нужны то есть в принципе она такая, что там уже есть механизмы для решения всех проблем ну вот так всех и чем ты лучше разбираешься тем ты больше проблем можешь решить тебе не надо изобретать велосипед как бы свое что-то изобретать там такая четкая очень как бы традиция объемная и с каким запросом не зайди она по ну есть инструменты чтобы ответить как бы на вопрос вот такая блин а глобальная там такое чувство что она уже изучила все что могла только все что только могла все изучила это ведическое поэтому там и разработок особо не не проведешь а вот как западная западная еще не изучила все ведическое вот она завязана на вот эту всю космологию там у них же так как бы то я знаю что прописаны там и какие-то миры и и какие-то и расстояния в цифрах там от сколько между планетами там и все остальное эры вот эти огромные ну юги вот эти все он западной вот у нас такого нет поэтому мы еще придем к этому поэтому поэтому у нас и есть разработки потому что есть еще поле для ну что еще делать а у них уже все и там все зависит от астролога насколько у него самого ум глобальный чтобы он мог ее вот так постичь во все ее глобальности не каждый далеко вот не каждый астролог все это понимает потому что там помимо технической какой-то просто базы посчитать что-то там такое надо понимать как бы не знаю даже слово какое подобрать там она в конце концов упирается как бы в природу реальности об этом говорит и допустим какой-то идеальный допустим ведический астролог он вот это понимает про природу реальности а инструменты у него есть как бы инструменты эти астрологические но понимает он природу я уже понимает а западная она еще только постигает эту природу реальности которую ведическая уже знает вот так я вижу как там квадрат заполненный а здесь квадрат в середине облака а до конца еще квадрат не заполнен но мы идем по тому же пути вот по которому ведическая уже прошла вот такое мне придет приходит а скажи пожалуйста тот же аркинчик работе он как берет информацию ровно перед по астрологии либо очень хорошо ищу как импад по по связи с вот у них гава говорится о том что надо надо как бы вот это не то что практик до ведической астрологии а именно тот кто может консультировать такой специалист который с людьми работает ему объясняется что 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 какая бы мысль не пришла тебе в голову в момент когда ты допустим консультируешь она как бы верная то есть он как бы подгружается смотрит естественно на карту но и он говорит что то такое вот что ему идет это вот к вопросу о природе реальности человек не услышит такое что все что ты ему скажешь это то что ему надо услышать в этот момент вот как то так так что он это можно так тоже сказать такими словами что там всякое считывание и ну какое то ну я не знаю есть на визне все такое ну то есть что вот он какой то такой берет информацию говорит то что ему его интуиция просят его говорить и он как бы правильно делает ну и вся юридическая астрология ты можешь сидеть на низком уровне не не чувствовать вот этого всего тонкого да и ты будешь просто тогда про аспекты там троллевали ну пытаться как то словами там какие то слова в общем подобрать но это очень неглубокий самый поверхностный уровень а их там учат вот так вот понимать саму реальность понимать каждый каждый этот астролог должен понимать что он живет в мире вот который который вот такой очень взаимосвязанный и на тонком уровне вот идет какая-то синхроничность со всем и уже просто техническая база астрологии отходит где-то на второй план для такого астролога который вот это чувствует а чтобы ему это чувствовать это надо быть ну не каждый человек примитивный просто человек он у него как-то ресурса умственного не хватает чтобы вот такое вот такое это на уровне как ощущений то есть он какой-то такой очень мелкий и ему такое ощущение он не может его ощущать он просто ну не может типа как калькулятор да и компьютер через калькулятор очень мало проходит чего-то а через компьютер гораздо больше и вот если уже человек настолько все понимает что он как компьютер ему вот это просто просто техническая она не то что ему не нужно она вот значит грубо говоря плохой астролог говорит я нажму эту кнопочку и будет такой как бы результат а хороший астролог знает что я я знаю что мне надо нажать эту кнопочку либо он просто нажимает кнопочку потому что у него есть чувство что надо нажать ее и при этом он прекрасно понимает почему он наблюдает сам за собой со стороны и понимает почему он именно эту кнопочку нажимает это очень у меня нет слов чтобы объяснить очень прям такая синхроничность всего то есть все что он говорит клиенту он просто знает что так и должно быть что он должен говорить это а человек должен слышать то что он там слышит в этом и так далее ну очень такие блины чувства идут для которых пока трудно слова подобрать и как бы из языка ну вот типа как синхроничность всего и вот и как эту мысль развить просто ну так вот охватывает таким вот чувством и все и вот человек однажды вот он это чувство почувствовал и все и он уже совсем другого уровня человек до первую очередь ну и специалист в том числе либо он пока не почувствовал и он тогда свято верит в инструменты в точность подсчетов там и так далее и вот западная она где-то сидит еще пока на этом на точности подсчетов точность подсчетов важно но как бы она как бы количество в один момент придет в качество и ты будешь говорить то что будет максимально точно отображать вот эти подсчеты и ой не знаю в общем такая идет волна блин от таких состояния не знаю как слова подобрать вот кроме вот что синхроничность вот это единственное слово которое вот где-то передает какой-то смысл того вот что я как бы чувствую жизнь с этим всем скажи пожалуйста астрологию западную ведическую как-то совместить можно чтобы продвинуть дальше западную астрологию использовать какие-то наработки ведической западной ну как бы результат все равно один они дают поэтому если заходить сразу с двух сторон ну однозначно они будут друг друга как бы обогащать ведическая проблема что она сидит очень в таком вот они сразу перри как-то перескакивают именно на состояние на вот эту улавливают вот эту синхроничность и они поэтому перестали перестали уделять внимание ну как то то есть мир поменялся да они сидят в какой-то очень традиционности типа такой какой-то до догматичности вот этот показатель раньше он был допустим считался негативным а сегодня он уже таким не считается да если там муж умер это не конец света а а раньше был считай конец света для для жены то есть западная в этом смысле ведическую может осовременить и вот эти устаревшие интерпретации заменить более актуальными то есть вот этот показатель он современном мире он даст вот такое не богатый там урожай а что-нибудь это какие-то деньги что-то еще то есть западная она сейчас вот на этом сидит на интерпретациях очень богатых и емких потому что у нее не еще вот эта синхроничность так не развита и поэтому мы берем точностью они как бы немного выше и поэтому вот эту точность они как-то не немного и отстали если знать как бы обе то ну как бы в каждой есть то чего нет в другой вот ровно ровно наоборот и если знать обе это вообще тогда кажется будет круто очень все будешь понимать и что происходит там и почему и сказать сможешь об этом очень емко много вы хотела чтобы сейчас активно находится рядом с тобой ты бы хотела чтобы он был твоим учителем как по энергетике идут как по состоянии а он мне как-то кивает сам он сам хочет он как-то кивает мне типа дает добро что вот тебе как бы да вообще он мне говорил тогда консультации что мне тоже можно ну что можно астрологии заниматься что я буду как бы рад что тебя учить мне как бы даже и такие дачесть а один 지금 человек если он мне скажет как Всяческую там помощь в изучении астрологии. Что-то такое, какое-то чувство у меня. Что он типа считает, что это надо ему делать. Как надо. Я типа должен. На благо мира. Вот что-то такое. Не зря он видел. Да, он же тогда видел какие-то указания теоретические на астрологию. То есть, наверное, и сейчас он так говорит, что надо. Потому что он видит меня как отмеченную, что я могу тоже астрологией заниматься. Поэтому он считает, что должна мне информация какая-то приходить на эту тему. Что типа там, ну через него, не через него, все равно я как бы буду этим заниматься. Поэтому вот он тут такое чувство, что как-то склоняется перед судьбой, что если через меня, ну через него эти знания придут мне, то он только, ну только за, как бы, ну почему нет, все равно же они мне должны прийти. Ну вот такое какое-то чувство. Что он хочет сейчас, что его подсознание хочет сейчас передать сегодня? Как ты чувствуешь, или что он тебе говорит? Что он хочет. Что он хочет. Я вообще не знаю, он как-то так улыбается, такое успокоение такое передает. Ну, наверное, он, как все астрологи, понимает, что все идет своим чередом. Что как бы надо расслабиться просто и плыть как бы по, ну, по течению идти там за чем-то, за своими там желаниями и все будет как бы хорошо. То есть вот это вот успокоение, вот он это и передает. То есть что, ну что, вот так надо себя как бы чувствовать всем. И тогда будет как бы хорошо. Хорошо тогда наполняет любовью, благодаря и отправляя его. Сама возвращайся к Высшему ее. И обратно в тело. Вдох, выдох.